Уроки географии, математики или, например, русского языка в школе обязательно для посещения. А внеурочная деятельность – дело добровольное, поэтому и посещаемость кружков напрямую зависит от способностей педагога. Самое интересное, и это было ключевым моментом на протяжении всего конкурса и всех этапов, которые мы проходили, это необходимость заинтересовать ребенка. Даже если это дело с первого взгляда не очень интересно. Поэтому нужно построить свою работу так, чтобы дети хотели посещать кружок и заниматься этим делом. Ну и, конечно же, тоже отдавали себя этой работе полностью. Наталья Горчакова умеет заинтересовать своих учеников и теперь об этом знают далеко за пределами Одинцовского района. Учитель истории с Первой Голицынской школы стала абсолютным победителем конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Профессиональный секрет прост. Наталья Сергеевна любит свою работу. Сама интересуется историей родного края и поэтому умеет заинтересовать ею других. Наверное, нужно первоначально заинтересоваться самой. И когда мы заинтересованы сами, то мы подбираем определенные методы, которые интересны детям. Методы самые различные. Это и игра, это и формы беседы. То есть то, что не ставит детей в определенные рамки, как в школе. Они более свободны здесь, но должны, конечно же, под руководством учителя какие-то совершать определенные действия, стремиться к этому. Ну, ставить цели и достигать их самое главное. Конкурс «Сердце отдаю детям» состоит из нескольких этапов. Один из самых сложных – открытый урок. Всего за одно занятие с незнакомыми детьми конкурсанты должны были показать максимум своих педагогических возможностей. И Наталье Сергеевне удалось это сделать лучше других. По сумме всех испытаний, среди которых командное и сольное выступление, финальный круглый стол, она набрала больше всех баллов. И теперь Одинцовский педагог будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.